В Сланцевском историко-краеведческом музее открылась выставка изделий, сделанных из шерсти под названием «Шерстяная фантазия». Вниманию гостей были представлены 83 работы 9 авторов, выполненных в технике мокрого и сухого валяния, а также живопись с шерстью. Валяние шерсти – это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. На торжественном открытии выставки руководитель кружка «Рукодельница» в Загрифском доме культуры и одна из авторов выставки Нина Пантелеева рассказала собравшимся о своем трудоемком, но приятном увлечении. Мы занимаемся фельдцеванием, то есть сухим валянием делаем игрушечки иголкой для фельдцевания, или еще она называется игла для фельдинга. То есть иголочка тоненькая, на ней рисочки, и за счет этого сваливаются комочки, и получается у нас вот такое изделие. Можно валять одной, двумя, тремя и пятью иголочками, но мы валяем одной, потому что мы не артель, мы кружок, деткам интересно, мы тихонечко стараемся и делаем вот такие небольшие изделия. Старшая группа это от 18 лет и до 60 плюс, мы валяем всеми способами, мокрым, например, это когда вода, мыло и наши ручки, и сваливаются за счет трения. Также мы валяем и сухим способом, валяем игрушки и делаем декор уже готовых изделий, которые свалены мокрым способом. Мы также освоили валяние шерстяная живописи или акварель, это когда на готовую основу сваленную мокрым способом наносятся шерстяные, рвем шерсть, мазочки шерстяные, либо режем ножницами. У нас получаются вот такие картины. Они валяются сразу под стекло. Помимо своих работ Нина Пантелеева привезла на выставку и работы своих учеников. Также среди авторов оказались и те, кто совсем недавно увлекся этим непростым занятием. Однажды в городе Вдове я увидела объявление, что студия Зоузовица приглашает принять участие, посетить занятия по рисованию шерсти. Ну я, конечно, пошла, сходила, время было тогда, так как была в декрете, и просто заразилась, наверное, этим рисованием. И вот теперь рисую и заражаю также своих и коллег, и детей. И в школе у нас и кружки по рисованию проходят. Проходят они очень-очень редко, потому что, ну, все-таки шерсть – это дорогой материал, как дети. В основном мы готовимся к творческим конкурсам ательера, который вот как раз-таки и в ближайшее время пройдет. Ну и, конечно, открытые уроки тоже отдаю, рисуем с детьми, показываем свое творчество. Затем все гости мероприятия смогли оценить представленные на выставке изделия и оставить свои впечатления в книге отзывов музея.